Добрые вещи, дорогие друзья! Сегодня 2 января, я говорю с вами из Брюсселя, и мы продолжаем обсуждать крутые виражи американской политики. Итак, сегодня я хотела бы обратить ваше внимание на тот кризис, на ту драму, которая разворачивается в Конгрессе США, или даже, вернее, на тот каскад кризисов, перед которыми оказываются американские политики и избиратели, потому что раскол в республиканской партии США не позволяет надеяться на то, что 6 января в рамках предусмотренных законным процедур в Конгрессе удастся разрешить спор между двумя кандидатами на пост президента США. Итак, все по порядку. Как вы знаете, республиканские избиратели и многие республиканцы рассчитывали именно на 6 января, как на тот день, когда проходит церемония утверждения голосов коллегии выборщиков, что именно в этот день откроется окно возможностей для того, чтобы прибегнуть к процедуре возражений и благодаря этой процедуре возражений заблокировать голоса с тем, чтобы перейти к альтернативной процедуре выбора президента в Конгрессе США посредством голосования делегации. Я не буду углубляться в эту процедуру. Самое главное это то, что для осуществления альтернативной процедуры, которая предусмотрена 12 поправкой Конституции США, совершенно необходимо иметь большинство голосов хотя бы в одной из палат Конгресса. Как вы знаете, у республиканцев нет большинства в палате представителей, и никто не рассчитывал на то, что часть демократов перейдет на сторону республиканцев в таком споре. Но большим шоком для многих республиканских избирателей явился тот факт, что в Сенате, где у республиканцев большинство, а я напомню, у них 52 кресла из 100, только 12 сенаторов поддерживают президента Трампа. Он благодарил их всех сегодня поименно. Но это еще не все. То есть, подводя итоги этой ситуации, можно сказать, что 140 голосов в палате представителей и 12 голосов в Сенате ни в коей мере не позволяют формально преодолеть тот рубеж, который предусматривает упомянутая процедура. То есть, если прибегать к этой процедуре, то есть уже сейчас можно сказать, что она никуда не привезет. Она не привезет к разрешению кризиса. Но это еще не все, как я уже сказала. Потому что сегодня Лин Вуд, адвокат президента, написал через соцсети свое обращение к Майку Пенсу словами «И ты брут». Как вы знаете, это известная легендарная фраза, которую якобы произнес Юлий Цезарь, адресуя ее своему сыну, которого он видел среди заговорщиков. Итак, надежды, которые связаны были с Майком Пенсом, тоже рухнули, потому что он через своего адвоката дал понять в достаточно прозрачном письме о том, что он не собирается использовать свою власть президента Сената иначе, как церемониально, иначе, как формально. Поэтому все надежды на то, что он сможет остановить голоса, заблокировать голоса демократических выборщиков и предпочесть голоса республиканцев. Тоже вот эта надежда тоже сегодня умерла. Но я не хочу заканчивать на этой ноте. Конечно, вы понимаете, что это уже просто не один кризис, это уже целый каскад кризисов. Это кризис и в республиканской партии, это кризис системы выборов, это кризис в судах. Но не все так безнадежно, потому что, конечно же, народ не дремлет. И 6 января ожидается колоссальная демонстрация в поддержку честных выборов в Вашингтоне. На нее намеревается приехать более 1 миллиона человек. То есть кризис, конечно, углубляется, но в то же время это очень важно осознавать, что у президента Трампа, у республиканцев, которые выступают за аудит, есть очень серьезная и большая поддержка своих избирателей. 73 миллиона избирателей поддерживают президента Трампа и ядро республиканской партии. Но не только, потому что также по-прежнему за президентом Трампом стоит 21 штат. Итак, каскад кризисов. Мне очень интересно ваше мнение, особенно те, кто проживает в США. Пожалуйста, пишите. Я очень жду ваших комментариев. Всем приятного вечера!